Привет, друзья! Меня зовут Влад Гриценко. Я являюсь фронт-энд-разработчиком в команде, подарившей вам чекбэк, суперап и ряд мини-приложений, приуроченных к знаменательным событиям. Это ВК-фест, День рождения ВКонтакте и фестивали подарков. Добро пожаловать на новый урок, в котором мы поговорим о ВК-бридже. В нем вы узнаете, что это за библиотека, установите ее, инициализируете для дальнейшей работы. Также вы научитесь вызывать события и обрабатывать их результат. Прежде всего, хочется упомянуть о том, что платформа ВК-миниапс создана для того, чтобы любой разработчик мог разрабатывать приложения для веб, iOS, Android, очень похожие на нативные по своим возможностям и на базе веб-технологий. Но так как приложение запускается в iFrame на десктопной мобильной версии сайта или в WebView в мобильном приложении, на него накладывается ряд ограничений, которые характерны для классических интернет-браузеров. Несмотря на то, что эта граница постепенно стирается, с выпуском новых API и стандартов, этого порой бывает недостаточно для предоставления нативного опыта взаимодействия. И тут вам на помощь приходит VK-Bridge. VK-Bridge – это библиотека, которая позволяет вам использовать API ВКонтакте и возможности операционной системы, на которой она запущена в рамках платформы VK-миниапс. По своей сути, эта библиотека, как вы могли догадаться из названия, является мостом между вашим приложением и платформой ВКонтакте, на которой оно работает, то есть с десктопной или мобильной версией сайта, или мобильным приложением ВКонтакте для Android или iOS. События, которые вы отправляете с помощью библиотеки, не уходят на серверы ВКонтакте напрямую. Они идут к платформе, которая взаимодействует с сервером по API и которая возвращает ответы сервера в VK-Bridge. А теперь, когда мы усвоили, для чего нам нужен VK-Bridge, предлагаю попробовать на его на практике. Для начала нам необходимо подключить библиотеку в нашу годовую базу. Способы могут разниться в зависимости от того, в каком стиле вы разрабатываете. Но если вы используете стандартный шаблон CreateVK MiniApp, то следующие шаги для вас будут просты и очевидны. Сперва установим библиотеку менеджером пакетов в директории проекта. Инициализируем ее в файле index.js или любом другом, но обязательно на старте приложения, иначе до тех пор события в VK-Bridge не будут работать. Также, если в течение 30 секунд и вовсе не произойдет инициализация, работа приложения будет остановлена. Теперь, когда VK-Bridge инициализирован, мы можем отправлять и обрабатывать события из любой точки нашего приложения. Например, для начала мы можем получить с его помощью параметры запуска вашего приложения. Для этого вызовем и обработаем события VK-VKBab-GetLaunchParams. Если вы все сделали правильно и вызвали события с помощью этого кода после инициализации библиотеки, то в консоли вы увидите запись с названием и данными события. А эти данные, в свою очередь, могут быть для вас очень полезными, так как в них вы найдете VK-UserID, идентификатор пользователя, который понадобится нам в будущем для получения открытой личной информации пользователя приложения. Его имя, фамилия, аватары и так далее. Помимо VK-UserID, в объекте Data находится немало других, не менее интересных и полезных данных, подробнее о которых вы можете почитать в документации к данному событию по ссылке на слайде. На будущее замечу, что документация – ваш лучший друг при использовании библиотеки. Мы же с вами в этом уроке обсудили важные особенности работы с VK-Bridge, установили и инициализировали библиотеку, и научились вызывать и обрабатывать события на конкретном примере. Благодарю за внимание и до встречи в следующем уроке. В нем мы научимся подписываться на события VK-Bridge, проверять поддержку события платформой и получим данные текущего пользователя.